Ход, а точнее исход капитальных ремонтов в Апатитах и Кировске вызывает опасения. Таков вывод Государственной жилищной инспекции Мурманской области после проверки в наших городах. Дмитрий Сергеев с подробностями. В наших двух городах капитальный ремонт идет почти в 20 домах и везде ситуация разная. Вот дом космонавтов 12 в Апатитах, крыша почти 90% готовности. Инженерные сети прокладываются, но не везде картина такая радужная. Космонавтов 9 работает та же фирма, Сантехстандарт из Мурманска. Крыша также почти готова, уже при любых дождях не потечет. Еще здесь запланирована замена всех инженерных сетей, отопление водопровода электрики. Срок окончания ремонта 31 августа, но к работам фирма еще не приступила. Материалы закуплены, специалисты на месте, но не согласованы ведомости работ. Управляющая компания отказалась подписывать документы, тянет и заказчик, региональный фонд капремонта. Неизвестно, потом другие работы скажут, надо было выполнять. Кто примет работу без ведомости, на основании чего я должен делать и какие работы. Это нормальная ситуация, когда вот такие загвоздки получаются? Нет, первый раз. Остальные дома у меня уже все давно в работе и вопросов не было никаких. В Апатитах на Ленина 12 и в Кировске на Юбилейной 7 и Мира 6 вообще никакие работы не начались. Буквально перед приездом комиссии питерский подрядчик АДКО только начал ставить леса. И главный инженер искренне недоумевает. Какие к фирме претензии? Почему столько шума? Работа мы знаем какая-то. Потому что у вас договор заключен в июне месяце. Поэтому у меня вызвали. Вот на данный момент мы должны это были увидеть уже части выполненного фасада и крышу. Как минимум 50%. Мы этого не видим. Мы даже не видим начала работы. За два месяца после подписания контракта фирма успела лишь на днях составить дефектные ведомости по домам. И возникает вопрос. Может уже и не стоит начинать ремонт и отложить его на год? По юбилейной 7 и Мира 6, если они в течение вот этой недели не активизируются, то будет принято решение о расторжении договора. То есть даже если они поставят леса и начнут что-то колупать? Ну для стройконтроля проблем нет. Там не колупать. Все зависит от количества народа. Мы же потребовали с них, чтобы был график и количество людей. Буду ездить проверять. Если количество людей соответствует автоматически, ну работа будет двигаться. На 25-м на Кирово 34 и 38 проект до сих пор не согласован с фондом капремонта. Но стройка кипит. Говорят, так работать можно. То, что можно делать без проекта, мы уже делаем. Это то, что согласован здесь утеплитель, вентилируемый фасад с профлиста, также утепляется кровля. То есть то, что мы можем делать, мы это делаем. Общая оценка от госжилу инспекции. После проверки Апатитов и Кировска капремонты идут очень-очень средненько. Считаю, что есть все равно и у фонда вопросы, потому что мне кажется, что фонд как заказчик должен более жестко соблюдать сроки и более жестко контролировать своих подрядчиков, не говоря уже о том, чтобы проводить раньше торги. Но именно в этом как раз и состоит смысл наших выездов. Для того, чтобы всех участников процесса заставить работать более слаженно и, соответственно, как бы заставить их все-таки делать нашу жизнь, наших жителей лучше. Теперь главное, чтобы представительные проверки и жесткие выводы действительно сделали капремонты для людей благом, а не страданием.